Еще одно важное совещание с участием представителей областного правительства состоялось по вопросу развития моногорода Заволжи, который в связи с экономической нестабильностью и падением объема промышленного производства вновь нуждается в поддержке. Уровень безработицы здесь уже составляет 1,33%. На учете в центре занятости населения состоит более 290 человек. У 400 Заволжан неполная рабочая неделя. Стабилизировать экономику города, жизнедеятельность которого долгое время зависела от одного предприятия – Заволжского моторного завода, может открытие новых производств с созданием дополнительных рабочих мест для жителей Заволжья. Поэтому руководители района и города ставку делают на развитие индустриального парка на промышленной площадке ЗМЗ, где должны быть реализованы 6 инвестиционных проектов как самого предприятия, так и других резидентов. А для их стабильной работы необходима модернизация теплоснабжения самого парка, чтобы часть теплоносителя с котельной завода, которые сейчас уходят в городские микрорайоны, оставалась на предприятии. Дополнительные мощности и снижение затрат позволят подготовить новые площадки для потенциальных компаний, которые сюда придут. Чтобы решить эту задачу, необходимо строительство трехплочных котельных в самом городе Заволжье. Все эти предложения должны войти в общую заявку, защита которой будет проходить на уровне правительства Российской Федерации. Задача эта сложная. Как я уже сказала, желающих на получение такой поддержки очень много. Но тем не менее, вот мы сегодня посмотрели и результаты меня обнадежили, потому что я увидела, что та команда, которая у нас сегодня собралась, она нацелена на результаты. Самое главное, она способна подготовить качественный срок все необходимые документы. Мы сможем реально претендовать на какую-то поддержку только тогда, когда мы пойдем единым, как говорится, плечом друг к другу и представители хозяйствующих субъектов, и представители администрации, и представители ресурсосберегающих каких-то компаний, и представители малого бизнеса. То есть здесь должны быть учтены интересы всех, потому что результат у нас должен быть общий. Это обеспечение социальной стабильности в моногороде Заволжье. Если заявка проект социально-экономического развития моногорода пройдет успешную защиту, у Заволжья есть шанс войти в число территории опережающего развития, которым в реализации своих проектов отдается приоритет. О чем сообщил первый вице-премьер правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на конференции в Московской школе управления Сколково, где обсуждалась перезагрузка программ поддержки проблемных моногородов.